Странные отношения в бизнесе, когда партнерские отношения все равно нельзя назвать достаточно, скажем так, партнерскими. Там очень много что происходит неправильно, и естественно люди, другие люди, они могут этим пользоваться. Отсюда всякие истории с всякими кидаловыми и так далее. Знаете, да, вот, кстати, дайте обратные связи. Кто после того, как бросил наркотики, занялся бизнесом, вступил в какие-то партнерские отношения с человеком, в результате разочаровался, потому что его кинули, воспользовались просто его, ну, скажем так, доверием, дружбой. Когда была условно устная договоренность, никакого там контракта прописанного подписано не было, и в результате просто хоп, в один прекрасный момент, бах, а ты уже там сидишь, а бизнес у тебя отжали, потому что, ну, потому что жизнь такая. Сейчас пропустим мы товарища на Вольво. Прям подъехал совсем мне в задницу. Вот, то же самое с любовными отношениями, то же самое с просто работой. Когда человек, вот он на 100% уходит, ну, скажем, если это не бизнес, а просто какое-то занятие, ремесло или там профессиональная деятельность, все, он погружен, вот он там, опять же, страх перемен. Любые перемены страшат. Выйти из отношений, развестись, найти новые, очень страшно.